Это привело к тому, что можно было перейти к каким-то другим формам обучения. Массы по-прежнему вот таким вот образом через мистерию не осознавали. Ученики интеллектуально раскрывались для них суть мистерии, вручались те или иные ключи, вручались те или иные символы как ключи, те или иные тайны как результат инициации мистерии. Сегодня то, что, допустим, соприкоснутся многие как массы людей, наверное, тот уровень, которому допускались, допустим, если не полтонный пифагор, но как бы ученики меньшего равного, это будет уровень массового сознания. Потому что интеллектуально они уже будут готовы понять. И если, допустим, это что-то наподобие будет мистерий Церера или Персифона, они уже будут понимать, что это не есть некая богиня Церера, а некая богиня Персифона, что за этим стоят какие-то фундаментальные законы, либо нашей планетарной жизни, как бы малой мистерии, или большей жизни на уровне Солнечной системы и большей, если касаться больших мистерий. То, что мистерий — это способ привлечения концентрации колоссальных духовных энергий, сегодня религия не выполняет эту задачу. Не связано с гипнозом и психистикой логики. Никоим образом. Полностью для осведомленных сознания человек знает, что он будет делать, в чем он будет участвовать. И те, кто сегодня уже так или иначе прикасался к мистериальной работе, они, конечно же, смогут вам сказать, какой гипноз. И какого гипноза нет. То есть полностью сознательная работа, но никогда человек вне этой работы не сможет достичь такого состояния, он как будто достигает этого мистериальной работы. Потому что там работают символы, ключи, которые мы выставляем в двери, и перед нами раскрывается что? Беспредельность. У меня нет, понимаете, более ясного представления об этом. Ведь это же будущее. Как я могу знать о будущем? Я могу это только ощущать, предполагать. А знать оно наверняка нет. Хотя есть убеждение, что да, произойдет. И то, что тебе отец говорит, знает, о чем он говорит. Это уже чувствуется. Кого еще есть? Вопросов больше нет? Нет. Ну что, в следующий раз мы просмотрим с вами один день жизни, планетарной жизни души. Вот так образно говоря. Посмотрим один день. Расписание планетарной жизни. Вот такая тифра. Я попытаюсь... Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...